итак 7 глава давайте начнем читать давайте давайте прочитаем по 3 стиха всю седьмую главу и потом уже пойдем по каждому стиху разбирать что на давайте по 3 давайте начнем милия анастаса я видел я иного Я слышал число запечатлённых. Запечатлённых было 144 тысячи из всех колен сынов Израильных. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч. Из колена Рубимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Гадова запечатлено 12 тысяч. Из колена Осерова запечатлено 12 тысяч. Из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч. Из колена Манасина запечатлено 12 тысяч. Давайте мы сразу перейдем к 9 стиху. Понятно, что здесь перечисляются 12 сыновей Израиля, и с каждого его колена по 12 тысяч отмечены печатью. Хорошо. Давайте я продолжу с 9 стиха. Вернее, давайте мы эту сцену сначала разберем, а потом продолжим с 9 стиха. То есть, вот здесь у нас происходят определенные события. Одна вот сцена описана с 1 по 8 стих. Попробуем разобрать. Итак, после событий, которые происходили в 6 главе, видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Мы видим сцену, которую описывает нам Иоанн. 4 угла земли. Держу 4 ветра с каждого угла, чтобы эти ветра не дули на землю. 4 ангела стоят, да, и держу. Мы уже говорили о том, что в Библии многократно слово число, скажем так, 4, оно ассоциируется с четырьмя сторонами света. Да? То есть, от четырех углов земли. Мы знаем, что земля не квадратная у нас, не плоская, чтобы у нее были четыре угла. То есть, это образное выражение с четырех сторон, четыре земных, четыре ветра, которые могут дуть. Причем, что интересно, вот это вот слово дуть, да, дуть на землю, во втором стихе оно названо еще как вредить земле и морю, да. То есть, ветер, вот этот вот, который может дуть на землю, он таким образом вредит земле и морю. Третий стих говорит нам, не делайте вреда ни земле, ни морю, ни дерева, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. Еще один интересный момент, то есть, появляется пятый ангел, да, иной ангел, который называется во втором стихе. И этот иной ангел, восходящий от востока солнца, да, то есть, он имеет печать Бога Живого. И этой печатью, очевидно, он собирается запечатлевать, ставить печати на чела рабов Бога нашего. Причем, смотрите, он называет этих ангелов, да, он говорит, доколе не положим во множественном числе печати на челах рабов Бога нашего. То есть, этим ангелам он говорит, что Бог наш. Тем самым мы знаем, что эти все пять ангелов, они суть заодно, да, у них их Бог один-единственный. То есть, это не какие-то ангелы зла, это ангелы Божьи. То есть, последовательность событий, которые призывает вот этот пятый ангел, вот они сейчас держат эти четыре ветра. Мы знаем, что ветер, вот это слово, вот это греческое пневматоз, да, что ветер, что дух, они взаимозаменяемые местами. Ангелы, понятное дело, что это сами по себе, они духи, духовные существа. То есть, четыре духа держат, четыре духа земли для того, чтобы не вредить. В определенный момент они могут эти ветра отпустить, да, и эти ветра начнут дуть на землю, на море и на деревья. Мы понимаем, что по словам «земля, море и дерево» имеются в виду не физические земля, море и дерево, а наша земная какая-то жизнь, да, происходящая среди людей в первую очередь. И вот эти вот ветра, они могут вносить какие-то, скажем так, изменения, от которых земле, море и дерево будет плохо. То есть, вредить им как-то, таким образом, да. То есть, перед тем, как отпустить вот эти вот четыре ветра, нужно запечатлеть, кого? Рабов Бога нашего. Рабов Бога нашего. Скажите, пожалуйста, вот мы скажем, да, мы с вами, мы рабы Бога нашего. Мы рабы Бога нашего. Вот. Перед тем, как начать какое-то наказание, скажем так, да, «вредить земле и морю». Как может Божий ангел повредить земле, повредить вообще чему-либо, да, если это, по идее, Божий ангел, который несет свет, который несет истину, дух, какой принесет Божий ангел, истинной, правды какой-то, да. Дело в том, что наше земное царство, вот эта вот наша вот земная жизнь, она построена на лжи. То есть она пропитана ложью. Мы знаем, кто ее отец, этой лжи. И те наши идеалы, те наши какие-то ценности, наши верования, в которые верят большинство людей, живущих на земле, они построены на лжи. Понятное дело, что когда ангелы отпускают Божьи духи, которые приходят и начинают разрушать вот это вот все, разрушать в первую очередь ложь, от этого, конечно же, люди будут страдать, от этого будет, ну, кому-то нехорошо. Но некоторым из людей, из живущих на земле, эти ангелы, они никак не могут навредить. Вот мы сейчас дальше прочитаем, что эти люди, они получат печати, во-первых, запечатляются. Как вы думаете, что на этой печати изображено? То есть, ну, понятно, печать на лоб, да, то есть, вот такое образное выражение. Мы увидим это образное выражение, и зверь пытается положить свою печать на лоб, и у Вавилоновской плутницы есть печать на лбу, на жене, да? Как вы думаете, вот конкретно вот у этих, этим людям, что там на этой печати изображено? Ангел с печатью, да, с Богом. Скорее всего, вот это, начало с вами звучать, а ангел потом говорит, что он пишет? Да, вот он, печать Бога Живого, да, вот что вот это за печать? Что-то изображено такое? Что-то изображено, да. Может, крест? Может. Вот неважно, что-то. Да, что-то. Но давайте мы все-таки разберем, нам для этого придется просто немножечко запрыгнуть вперед. Давайте мы разберем этот образ, чтобы нам было понятно, что именно на этой печати. Давайте откроем Откровение 14-ю главу, и прямо первый стих, он нам сразу скажет, что там изображено. Так, давайте я прочитаю. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». То есть, вот это и есть печать Бога Живого. Мы увидим в 7-й главе дальше, что эти 144 тысячи, это и есть вот эти вот самые люди, в котором будет поставлена вот эта печать, на которой изображено имя Отца Его, Его кого? Агнеца. То есть, имя Бога написано. «Имя Отца Его»? Да. «Имя Бога» и «Агнеца». «Имя Отца Его», «Имя Отца Агнеца». То есть, это имя Бога. Да? Да. «Имя Отца Иисуса Христа». Да, «Имя Отца Иисуса Христа». «Имя Отца, в том числе и нашего». Вот. То есть, вот это вот имя пишется на лобу. Вот что на этой печати. Мы знаем, что зверя, он тоже будет накладывать определенную печать, да, на лоб. И там будет другое имя написано. Мы потом это в дальнейшем пройдем. Хорошо, возвращаемся в 7-ю нашу главу. «И слышал я число запечатленных». И вот запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов в Израиле. Вот мы видим это число 144 тысячи, которое мы только что читали. И в 14-й главе оно используется, да? И 7-я глава, она нам говорит о чем? Что это число 144 тысячи. Оно составное. Оно состоит из 12 умножить на 12 тысяч, да? То есть, 12 колен Израиля. Перечисляются все 12 колен. И из каждого колена ровное количество 12 тысяч. Что мне кажется справедливо сказать в отношении вот этого числа 12 тысяч? Греческое слово «хиладес» «тысяча», да? Оно не всегда используется в буквальном понимании слова «тысяча». То есть, точно так же оно используется и в смысле несчетное число. Например, у Феокрита, вот здесь есть ссылка вот в этой программе, если вы посмотрите, кликните на слово «хиладес», словарное определение. То есть, есть два смысла. Первое число просто тысяча буквально, да? Оно встречается, кроме того, как в Библии, оно встречается у Геродотов, Платонов в эти годы, то есть, это, ну, из греческого языка. Вот. Но точно так же оно встречается еще и в смысле несчетное количество, несчетное тысячи. Понимаете? То есть, например, когда мы читаем, что у Бога один день как тысяча лет и тысяча лет как один день, то мы понимаем, что навряд ли идет речь о буквальном тысяче лет, да? Скорее всего, это идет о каком-то очень большом числе. Такое несчетное количество. Есть еще одно греческое слово, которое звучит «мериадес». Ну, не оно здесь употреблено. Тогда нам было вообще очень просто истолковать это, сказать, что это, ну, это, да, это точно 100%, какое-то просто очень большое количество, очень большое число. Ну, я склонен толковать вот это вот 12 тысяч как образное число. То есть, 12 – это какая-то полнота человеческих, вот как колен 12, 12 апостолов, вот здесь вот 12 тысяч из каждого колена. То есть, это какое-то число полноты 12, а тысяч – это какое-то число очень большого количества, скажем так, несчетного количества людей. То есть, какое-то вот это вот число 12 тысяч, для меня оно звучит как какой-то символ полноты вот из каждого, из каждого того, что начал Бог, что Бог насадил. Тем не менее, можно это как бы оставить и в буквальном смысле, что вот реально спасется 144 тысяч человек из земли. То есть, я не настаиваю на своем таком вот образом, как бы, аллегорическом толковании. Вполне возможно, что всего 144 спасется. Давайте мы посмотрим вот эти вот 144 тысячи, что о них еще сказано. То есть, вот в дальнейшем книге Откровений. Мы знаем, что вот 14 глава, она нам сказала, да, взгляну я, и вот Агнесс стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. То есть, это те, которые стоят вместе с Агнессом. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод и звук сильного грома, и услышал голос, как бы, гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют, как бы, новую песнь, предпрестолом и перед четырьмя животными и старцами, и никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. То есть, вот эти вот гуслисты, вот эти вот воздающие Богу славу, одетые в белой одежды и так далее, вот все вот эти вот люди, их 144 тысячи, да? И еще говорится о них. Это те, которые не осквернились с женами. Образ жены, это не просто женщина здесь, мы это пока оставим, но тем не менее. Которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и агнцу. В устах их нет лукавства, они непорочны пред престолом Божиим. Вот что говорится о тех 144 тысячах. Как вы считаете? У нас есть два варианта. То есть, как мы можем истолковать вот эти вот 144 тысячи людей из седьмой главы? Первый вариант, мы их истолковываем буквально. То есть, это евреи, да? И их по 12 тысяч из каждого колена. Встает проблема. То есть, если мы толкуем это дело так, то получается, что, ну, нас, скажем так, неевреев, язычников на небе быть не должно. Мы не можем претендовать на то, что мы там сохранили вот это духовное девство, что мы следуем за агнцем постоянно, чтобы в наших устах нет лукавства. И что мы будем искуплены от земли. Эта мысль, она противоречит в корне всему Новому Завету. Поэтому я склонен толковать вот эти вот, что из каждого колена по 12 тысяч, это совокупность всех верующих людей. Те, которые уверовали во Христа Иисуса. Все искупленные от земли. То есть, это, во-первых, здесь, получается, нужно толковать образно и 12 колен. То есть, Израиль, как прообраз церкви. И второе, что нам нужно толковать образно, это количество. То есть, 12 умножить на 12 на 1000, это не буквальное число. Это какое-то число всеобщей такой полноты. Ну, здесь как бы я сторонник вот такого вот аллегорического толкования. Подтверждение слов, да, о том, что мы можем, например, толковать колено Иудина, колено Осирова, Семенова и так далее, не буквально. Есть, например, слова Павла, да, вы помните из «Римлянам». Давайте мы прочитаем, на всякий случай. Это у нас, по-моему, римлянам 9 или 10 глава, точно я не помню. Сейчас, одну секундочку. Да, давайте мы прочитаем. 9, 10, 11 глава послания к римлянам, если вы помните, она говорит как раз об Израиле, об различии духовных детей Авраама от плацких. И вот, например, 9 глава, 7 стих говорит, вернее, до 6 начну говорит, «Но не то, чтобы слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, говорит Павел, и не все те дети Авраама, которые от семени его, но сказаны, в Исааке наречется тебе семя. То есть, не плотские дети, суть – дети Божьи, но дети обетования признаются за семя». Точно так же есть еще один параллельный стих. Это у нас... Дай Бог вспомнить. Давайте я скажу. И не тот иудей, кто наружне таков по плоти, но тот иудей, кто... Вот этот вот стих я хочу найти. А, кто наружне по плоти? Это... Сейчас я найду быстренько. Если вы найдете, где это... Римлянам 2, 28, вроде бы дают. Римлянам 2, 28? Да, давайте прочитаем. Так. Да, да, замечательно. Давайте мы прочитаем 26 стиха. То есть, тоже очень важно. Итак. Если необрезанный соблюдает постановление закона, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание, говорит Павел. То есть, необрезанный – это язычник, но тот, который соблюдает заповеди. И необрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя, а преступника закона приписания и обрезания, его прекратил евреев. Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвалание от людей, но от Бога. То есть, опять же, здесь Павел призывает нас по духу толковать, кто такой иудей. Не по букве толковать, что такое нужно сделать и обрезание, а по духу. В посланиях Исаии, Иеремии, и еще, точно, точно не вспомню где, да, у нас есть многократное упоминание того, как Бог осуждает людей о том, что они люди с необрезанными сердцами и ушами, обращаясь к Израилю. То есть, люди совершают плотское обрезание. Сами знаете, чего. Но при этом они не совершают самого главного обрезания. Обрезание своего сердца, обрезание своих ушей. Ушей для того, чтобы слышать Божье Слово, а сердце для того, чтобы смягчать его, чтобы исполнять те заповеди, которые это Божье Слово говорит. Павел говорит, тот иудей, кто внутренне таков, вот эти и есть сыны, Авраама. Вот эти и есть сыны Израиля. Поэтому, вот эти вот стихи, они дают, ну, как бы такое, может быть, и не стопроцентное, но достаточно библейское обоснование к тому, что мы можем толковать колено Иудина, Асирова и так далее, в том числе и по духу. Что это люди, те, которые верующие, сыны Авраама. Мы знаем, что Авраам, это отец верующих людей, да? И от него произошло как бы весь Израиль. Израиль, мне кажется, однозначно является прототипом церкви. Многократно он используется в образе жены. Образ жены мы тоже его будем разбирать. То есть, это те, которые ученики, те, которые слушают, те, которые являются женой, которые хотят слиться с Господом для того, чтобы и было двое-одна плоть, да? Чтобы сейчас эта церковь исполняет эту функцию. То есть, это та жена, которая должна выйти замуж за Господа, за Иисуса Христа. Хорошо. И еще есть один момент. Еще есть один момент. По этому же самому вопросу. Давайте мы попробуем открыть Откровение. Это глава 22. Откровение, глава 22. 22 глава, последняя глава Откровения, и в ней раскидываются те события, которые уже в самом конце всех времен и так далее. И вот посмотрите. Ну давайте я прочитаю с третьего стиха. «Ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему». Смотрите, седьмой стих, говорится «рабы Бога нашего». Им ставится печать на чело с именем Бога, да? «Эти же люди названы рабы Его, будут служить Ему четвертый стих, и узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». То есть, это говорится о тех людях, которые будут жить в Божьем Царстве. В том случае, если это только вот 144 тысячи человек евреев, которым поставили на лоб буквальную такую отметку с именем Бога, ну тогда как бы мы туда не попадаем никак. У нас нет буквальной отметки с именем Бога, мы не евреи, да? И так далее. Если же мы истолкуем вот это вот событие седьмой главы по духу, то есть, что это говорится о верующих людях, обо всех, о совокупности всех тех, которые приняли имя Бога на свое чело, то есть, это опять же образное выражение. Как вы думаете, что означает принять вот эту вот печать на лоб, на чело, да? Вот есть там два вида печати, печать на руку и печать на чело в книге Откровений. Как вы думаете, что это значит? Это принять эту подпись. Скорее всего, да. То есть, я тоже сквально считать, что это принятие Духа Святого. Принятие этого, не просто Духа Святого, как Бога, да. И еще есть один момент. Да, да, да. Еще один очень важный момент. Смотрите, когда у вас на лбу что-то написано, скажите, пожалуйста, другие люди это видят? На то ли написано? Да, если просто на лбу что-то написать, то это видно абсолютно всем. Это то, что тебя отличает, сразу же показывает твою сущность перед другими. Вы помните вот те стихи, которые говорят, что если будешь исповедовать Господа устами своими и веровать сердцем своим, то спасешься. Помните? Когда мы исповедуем Господа устами своими, мы говорим, что у нас есть Бог и что мы верим в Его Слово Иисуса Христа, Которого Он послал на землю, Которого распяли и Которого воскрес на третий день. Мы являемся вот этими вот свидетелями имени Божьего, носителями вот этой вот божественной какой-то истины. Понимаете? И мы, исповедуя устами своими, показываем вот эту вот нашу принадлежность к Божьему народу. Вот мне кажется, не просто вот принять Духа Святого, и все, и как бы скрыться, и никто не знает, что мы там исповедуем вот эту вот конкретную веру. Но поставить себе печать на лоб, это открыто говорить устами, кто наш Бог. Понимаете? То есть вот это вот открытый, я не знаю, есть слово, как оно по-русски-то. Короче, открытое заявление того, что вот Господь есть Бог наш. Вот, понимаете? Потому что есть еще вторая печать, она на руку. И вот здесь, мне кажется, это тоже опять же символика, и это влияет на дела наши, то есть те дела, которые у нас сделаны по Богу. То есть одно заявление того, кто мы есть, идентификация того, кто мы, печать на лоб, другое, это то, что мы делаем. Это печать на руку нашу. То, чем мы оперируем, чем мы занимаемся. Хотя это суть, конечно, взаимозаменяемой понятия. Если мы идентифицируемся с Божьим народом, то мы, соответственно, и делаем дела Божьи. Хорошо. Это то, что касалось 7 главы и толкование числа 144 тысячи из 12 колен Израильева. То есть еще раз повторю, что я склонен толковать это дело несколько вот так вот образно, и что мы входим в эти 144 тысячи. Хорошо, давайте теперь мы прочитаем 7 главу. Продолжим читать с 9 стиха. Я продолжу читать, да? Моя очередь была. По три стиха также будем читать. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Смотрите. Десятый стих тоже прочитаем. «И восклицали громким голосом, говоря о спасении Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Уже в этих двух стихах говорится о том, что будут присутствовать вот в этом вот небесном видении очищенные, потому что в белых одеждах, с пальмовыми ветвями, потому что прославляют Бога. И те, которые воздают Богу славу, да, говорят, спасение Богу нашему. То есть это люди, которые приняли Бога, те, которые получили эту печать. И смотрите, эти люди, которые... Их, во-первых, никто не может перечесть, то есть это не сто сорок четыре тысячи буквально. И это не только из буквальных вот этих вот двенадцати колен, но из всех племен и колен, и народов, и языков. То есть это далеко не евреи. Это, опять же говоря, рисуется вот эта вот совокупность спасенных людей. Почему спасенных? Потому что они стояли в белых одеждах, и мы знаем, что... Чем они получили вот эту вот белую одежду символ праведности, чем они убелили свои одежды. Мы это, по-моему, уже читали в шестое договоре. Да, в шестое договоре, что они убелили одежду кровью Агнеса, и свидетельством Бога, слово его, что-то там такое, точно сейчас не вспомню. Хорошо. Вот эта сцена, это уже следующая сцена рисуется. И вот, значит, и все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу. То есть эти события те же самые, которые происходят вот в этой вот небесной скине, которую мы разбирали в предыдущих главах. Хорошо, давайте дальше. Да, 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 это вот, оказывается, да, седьмая глава перепутана. То есть вот откуда они получили белую одежду, вот они откуда получили вот эту вот правильность. То есть это верующие христиане. Ни один еврей не может быть убелить в своей одежде кровью Агнеса до тех пор, пока он не принял вот эту искупительную жертву за свои грехи и убелил в своей одежде. Окей. Давайте дальше, пятнадцатый стих. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат ему день и ночь в храме его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники. Вот, и отрет Бог всякую слезу за чей их. Ага, вот, замечательно. Здесь рисуется нам как раз вот эта вот жизнь в Божьем Царстве под управлением Агнца, да, то есть вот это вот Христово Божье Царство. Именно они, вот эти вот люди, вот эти вот из всех языков, колен, племен и так далее, те, которые убелили свою одежду кровью Агнца, они могут пребывать за это. За что? За то, что они убелили одежды кровью Агнца. Именно за это, именно это только дает им право, каким-либо людям, пребывать перед престолом Бога и служить ему день и ночь в храме его, то есть день и ночь, мне здесь кажется, это символ вечности, да, в храме его, в буквальном храме его, а на небе, да, и сидящий на престоле будет обитать в них, написано в синодальном переводе. Если мы вернемся, вот я говорил, что нам понадобится греческий подстрочник, потому что 15 стих говорит нам буквально так. Сидящий на престоле раскинет шатер на них, то есть защитит их вот таким вот шатром, да, не просто будет обитать в них, потому что Бог уже в нас сейчас обитает, да, но там говорится именно о шатре, который защитит от всего вот это вот Божье Царство, но все проблемы снимет. И дальше 16 стих расписывает вот эту вот жизнь. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их солнцем, никакой зной, ибо агнец, который среди престолов, будут пасти их и водить их на живые источники, вот, и отрет Бог всякую слезу сочей их. То есть вот это вот наша конечная точка пребывания вот этого покоя Божьего, да, где нету уже никаких проблем, потому что Бог над нами здесь делает шатер свой. То есть мы будем жить вот там вот, пребывать перед престолом Бога и так далее. Вот. Ну и здесь у меня стоят параллельные ссылки на Исаию, 49 главу, 10 стих. Давайте мы прочитаем тоже. 16-17. 49 глава Исаия, 10 стих звучит так. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Так говорит Исаия. Исаия, 49-10 стих. Хорошо. Как вы считаете? Вот это вот описание событий с 15-16-17 стих. Будут ли после них еще какие-либо события? Или это вот описание конечной точки, которую мы видим и в 22 главе Откровения в том числе? Как вы считаете? Вопрос такой. Описание жизни, вот этой вот жизни в Божьем шатре, да? Божьей перед престолом Бога и так далее, вот это вот служение день и ночь. Какое служение? Фактически, воздавание Богу хвалы в день и ночь, да? 15-16-17 стих. Имеет ли какую-то параллель с 22 главой? То есть мне кажется, что речь идет вот об одних и тех же событиях. То есть вот... Да, конец всего. То есть конец всех времен. Да, скорее всего 21-22 главы. Давайте мы заглянем... Куда? Давайте мы заглянем... Сейчас посмотрим. В 22 главу точно? Да, давайте вот мы заглянем с 21-й, да? С 21-й главы и... Давайте прочитаем 21-ю, 22-ю главу. Потому что мне кажется, что вот седьмая глава имеет явную параллель с этими двумя главами. Давайте по три стиха так же. И отрет Бог всякую слезу, сочи их. И смерти не будет уже, ни плачь, ни бухля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, Се, творю все новое. И говорит мне, напиши, ибо слова все истинны и верны. И сказал мне, совершилось. Я есть, есть малька и омега, начало и конец, Жаждущими там даром от источника воды живой. Да, сейчас небольшой палузой я сделал. То есть мы видим здесь вот эти вот параллели с водой, да, с тем, что не будет больше слез, очей и так далее и тому подобное. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, всех лжецов. Участь в озере горящим огнем и серую. Это смерть вторая. И пришел ко мне один из семи ангелов, у которых было семь часов, наполненных семью последними язвами. И сказал мне, пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца. И возьмите меня в виду на великую и высокую идура. И показал мне великую идура. Я же ее, кстати, который не сказал, что не надо. Он имеет славу, в том время, когда я пророксенчил, там меня представил, что читали, не видела. Вот я это представил, что я сам чувствовал больше. Он имеет большой и высокую стену, но и двенадцать ворот. И на них двенадцать оснований. И на них двенадцать апостолов Агнца. Говоривший со мной, имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как широта. Измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий. Длина и широта его. Смотрите, опять вот эти вот все цифры. Двенадцать тысяч стадий у нас идет. Да, двенадцать апостолов Агнца и двенадцать сынов Израилев. Откуда берутся вот эти все просто числа? Да, двенадцать колен Израиля, двенадцать апостолов. Двенадцать тысяч стадий длина. И стену его измерил во сто сорок четыре локти. Вот сколько стена эта. Меру и человеческую, какова мера и ангелы. То есть, посмотрите. Вот все вот эти вот числа. Тогда говорится о небесном городе. То есть, мы понимаем, что это не здание из камней какой-то там или еще. Хотя здесь оно написано, что вот оно подобно яспису и так далее. Различным драгоценным камням. Мы понимаем, что речь идет о духах. Это духовное сооружение. Это духовный город Верусалим. Что он состоит, скажем, буквально там из 12 тысяч вот этих вот тростей. Тростей, да? А, стадии. 12 тысяч стадий, да, что в каждую сторону вот и высота, и широта, и высота его равны. То есть, он как кубик, да, такой. Мы понимаем, что речь идет, да, немножечко не об этом речь. То есть, речь идет о том, что этот город, он строится в первую очередь из людей, из духов людей, из тех, которые приняли вот это все. Построено все Божье царство, ну, скажем так, вот этот город Иерусалим на двух основных основах. Первое – это 12 сыновей Израилевых, которые распространяли Божье Слово времена Ветхого Завета. Времена Нового Завета – это 12 апостолов, которые распространяли Божье Слово уже с Христом, да. То есть, вот из чего оно все состоит. Дальше говорится о том, что вот стена, из чего построена. Там перечисляются различные камни драгоценные. Мы с вами уже проходили это, да, перечисляли. Потом 12 ворот там с каждой, с каждой жемчужиной, да, то есть, это мы тоже уже смотрели. 22 стих интересный тоже говорит. «Храма же я не видел, ибо Господь, Бог, Вседержитель, храм его и Агнец». Вот что такое храм. То есть, храм – это не какое-то строение. Сам Господь, Бог и Агнец – это и есть храм, в котором нам нужно пребывать. Это и есть тот шатер, в котором мы должны пребывать. Именно вот его присутствие, да. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». То есть, опять же, мы с вами уже толковали вот это вот слово «светильники», там, «священие» и так далее. То есть, я спойно толковать это не как буквальный какой-то свет, но как свет просвещения истиной. Почему истинный? Потому что светильник его Агнец, Агнец – это Христос, Божье Слово, истина. То есть, вот именно он, именно вот это Божье Слово, оно и светит нам, в том числе и здесь, да. Давайте дальше. Дочитаем уж, раз начали. Да. Да, написано Агнец, то есть, ничего, то, что вот мерзость и ложь. Ложь – это наш основной противень, да? Дальше, давайте 22-ю тоже прочитаем. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнеца. Среди улицы его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать трав, приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народа. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнеца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Вот эти вот стихи, они нам очень понадобятся, когда мы будем толковать образы рек, потому что нам это предстоит, воды вообще, то есть, что такое вода в Библии, и дерево жизни, да? «И узрят лица его, и имя его будет на челах их». То есть, возвращаемся к этому стиху. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, и Господь Бог освящает их, и будут царствовать во веки веков». То есть, это все финальное царство, да? «И сказал мне, сии слова верны и истинны, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». «И сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, Нечистый пусть еще осквернится, Праведный дотворит правду еще, И святый да освящается еще. Силь гряду скоро, и возмездие мое со мною, Чтобы воздать каждому по делам его». Я, Исмарфа и Омега, начало и конец. Первый и последний. Блаженный тем, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город вратами. Смотрите, в городе 12 ворот по количеству имен Израилевых. Соналии имен Израилевых. То есть, как мы входим в этот город, который состоит из людей, из духов людей, скажем так, вот этими воротами. То есть, вот здесь я опять же вижу параллель с тем, что в седьмой главе, что мы принадлежим одному из вот этих вот колен каких-то. Что именно через них мы можем войти в этот вот город. То есть, это образный такой язык. Но блажен, суть, которую нам совершенно четко Господь открывает в этих стихах, это то, что мы получим право находиться рядом с Богом, не потому что мы родились в той или иной семье, не потому что у нас там папа, мама, дед, прадед, или кто-то там сделал обрезание когда-либо. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Божьи». Вот именно это, да, им дает право, исходя из 14 стиха, на дерево жизни войти в город воротами. А что нас убеляет от наших ошибок, от наших грехов и так далее, то есть, ну, помогает нам, скажем так, очиститься, это только одно единственное, то, что мы читали в седьмом главе, «Кровь Агнца». То есть, это единственное, что очищает от греха. А вне этого города, то есть, будет находиться что-то вне этого города, не будет такого, что, знаете, вот есть Божье Царство, и все, и как бы и всю Вселенную оно заполнено. Такого в Библии нет, то есть, всегда будет место, которое вне. То есть, там, где будет плачь, искрежет зубов, там, где будут проблемы, слезы и так далее, где Бог как бы не отреет ничего и так далее. 15 стих, несмотря на то, что вот совершилась вот эта вот финальная, как бы, апогея построения Божьего города Иерусалима, тем не менее, находится в этот момент вне, то, что вне города, да, и кто там? Псы, чародеи, любодеи, убийцы, двуслужители и всякие любящие и делающие неправду. То есть, все те, кто противится истине, все лжицы и все такое прочее, они так и будут находиться вечно, это будет пребывать вот это вот вне. «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам, сие в церквях, есть у корень и потом у Давида, звезда светлая и утренняя». Давайте это читаем. И тут у меня есть, когда у вас есть. Слышишь, а у меня вопрос. Да. Вы говорите, разве возможно, когда вы сказали, мы видим, что у нас есть правильный, он появляется, как уничтожено вот это там дьявол, текстами написанки, как раз текстами написанки, как раз были листы и все, что вот в раскрытии другими. это тоже уничтожено. И от смерти, и от этого уничтожено. Даже и море исчезло. Значит, вот в дуне, нет ни только дунича. В дуне не должно существовать, когда в дуне только. Но здесь опять же нужно вернуться к тому, что Бог существует вне времени. То есть, что такое что-то было, и оно уничтожено. То есть, в любом случае, оно так или иначе, вот это само понятие, оно связано с какой-то временной шкалой. То есть, оно где-то что-то когда-то было процветало, потом ему пришло суд над ним, и потом оно было уничтожено. Здесь, мне кажется, то есть, вот в этих стихах 22 главы описывается нечто с позиции вечности. То есть, вот есть небесный город Иерусалим. Вот он вот такой вот. Вот это его идеальное состояние, в котором он в вечности пребывает. А есть вне все то, что в него не вошло на протяжении всей истории человечества, скажем так, да, на протяжении всего-всего-всего-всего, то, что происходило с нами здесь на Земле. Вот это вот все вне. Вот оно там и осталось. Скорее всего, да. То есть, смотрите, возможно, как память. Да, да, то есть, вот с позиции вечности. Потому что, смотрите, вся Библия, она говорит нам о борьбе истины и лжи. То есть, это основная, как бы, ключевая тема. Мир сейчас, который существует, он находится вот в таком вот непонятном состоянии, между, скажем так, истинной ложью. То есть, сейчас мы пока не знаем, принимая ту или иную какую-то идею, или тот или иной дух, мы не уверены, он от Бога или нет. Он правдивен или ложен, да. И вот мы вот находимся, не знаем, где, что и как. То есть, с точки зрения, скажем, развития вот этой вот, вот тех вот идей, которые к нам приходят, у нас существует время. Потому что когда-то мы что-то не знали, вдруг мы что-то узнали, и теперь мы точно знаем, что вот это было правда, а это нет. То есть, вот есть вот такой уже общий план на всю человеческую жизнь, на все те идеи, которые будут управлять людьми на протяжении всей человеческой истории. С точки зрения Бога, этот план, он уже выполнен. То есть, Бог, он уже знает, что правда, а что нет. Это мы не знаем, что правда, а что нет. То есть, сейчас почему мы должны ходить верой? Потому что мы не можем ходить знанием, мы находимся вот в этом вот состоянии непонятном, мы не знаем, где правда, а где истина. То есть, вот до тех пор, пока существует вот эта вот непонятка, существует время. Как только все абсолютно 100% известно, все, информация не развивается никак. Все, она уже разделилась на козлов и овец. Правда в одну сторону, и вся ложа в другую. Понимаете? Первое, пятнадцатом, напомните. А, тринадцатое. Первое, користое, на тринадцае, да, вот это тоже не говорится. Ода любви, которая, да? Да, 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 которая Ода любви, но основная. Да, 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 вот, вот, двенадцатый стих. Давайте я прочитаю двенадцатый стих. Теперь мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, то есть, мы не знаем точно, 100%, да? Тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчести, а тогда познаю, подобно как я познан. То есть, ну, кого познает в первую очередь, и Господа познает истину. То есть, как истина знает сейчас нас, да, то есть, Бог же знает нас полностью. До каждого малейшего атома, что у нас там как устроено, до каждой малейшей мысли, что у нас там в голове вот эти электрические импульсы проскакивают. Абсолютно все Он знает о нас. Мы не знаем, мы не знаем ни себя, ни тем более, мы не знаем Бога. Наши ученые, которые там где-то что-то ковыряются, смотрят, наблюдают, там, они что-то пытаются узнавать. Наши мужи, которые размышляют над Божьим Словом, они что-то пытаются познавать, там, узнавать из тех откровений, которые Бог дает. Бог надает себя в откровениях и в том, как мир устроен наш. То есть, мы так или иначе, мы смотрим, наблюдаем, мы восхищаемся. Вау, ничего себе, у нас тут и плоская Вселенная бесконечная, и истина существует абсолютно, и так далее. И есть определенный план спасения для нашего несовершенного естества. На определенный момент наступает вот этот вот момент, который Павел называет «тогда». То есть, «тогда я познаю подобно, как я познам». И увижу лицом к лицу. Сейчас мы видим истину гадательно. То есть, мы до конца не уверены, что и как произойдет, что и как. «Наши пророчества» написано, тоже вот здесь есть в этой стихе. Ибо мы отчести знаем и отчести пророчествуем. То есть, 9 стих говорит. 10 стих. «Когда же настанет совершенное, тогда все то, что отчести, прекратится». То есть, тогда произойдет стопроцентное разделение. Вот этот Божий суд, суд Агнца. Истина придет и разделит, где ложь и где правда. И вот те, кто были в правде, вот это и есть небесный Иерусалим. А все остальное, это и есть вне. С позиции вечности это вне будет существовать всегда. То есть, это вот, ну да, наверное, как память. Потому что мы будем всегда знать, что все то, что неправда, это ложь. И вот оно когда-то было. Вот как мы сейчас, например, знаем об инквизиции или еще о чем-то таком, что люди делали. Мы точно знаем, что это неправда. Совершенно четко, да? Что так нельзя делать. Ну вот как-то вот так вот. Или там про Гитлера мы знаем тоже. Многие люди ему верили. Миллионы людей как бы считали, что действительно это правильно человек говорит. Вот истинно. Потом выяснилось, наступил момент истины в определенный момент, прояснилось и теперь. Существует ли это учение? Да, оно существует до сих пор. Но оно уже вне. Оно уже вот в огненном этом, я не знаю, там, мы уже осуждаем его. Это уже суд прошел как бы над ним. Может еще не до конца, как бы в определенный момент до конца суд пройдет, когда Иисус нам скажет, лично откроет, что действительно это неправда. Ну и мы сейчас уже можем достаточно точно догадываться, что так мерзко себя вести по отношению к людям нельзя. Хорошо, друзья. Давайте, значит, на этом мы заканчиваем наш урок сегодня. Я предлагаю сохранять вот такой порядок, то есть каждую среду в это же время мы будем встречаться и проходить примерно по одной главе. После того, как мы пройдем главы, мы попробуем вернуться к этой нашей, назовем ее такой, сверхзадачи построения хронологической линии событий, то, насколько мы можем ее построить. Вы видите, да, что книга Откровений, она включает в себя очень много образов, которыми не можем толковать буквально. Ну, либо при буквальном толковании они теряют всяческий смысл, и книжка перестает нам говорить вообще что-либо. Нам нужно быть аккуратными, нам нужно быть осторожными и так далее. И мы должны всегда понимать, что какое бы мы толкование пророчества не дали, оно не будет полным. Потому что он даже Павел говорил, что мы сейчас пророчествуем, отчасти пророчествуем, знаем, отчасти знаем, мы еще не знаем до конца, что именно никак. Но мы можем примерно предположить определенный план, определенную схему алгоритма того, каким образом Бог будет осуществлять наказание на этой земле, каким образом Он будет призывать людей к покаянию и так далее. Что интересно, то есть у людей будет чуть ли не до последнего момента возможность покаяться. Есть лишь вопрос в том, что они выберут. То есть люди выбирают находиться вне Бога самостоятельно, никто-либо их не заставляет совершенно. к этому не принуждают. Мы сейчас проходим оскорбление третьей части, мы изучаем. В Далеке 21 глава так говорится, что Иисус Христос для других идет только тогда, когда закончатся времена Иисусе. И Вы действительно правильно сказали, что есть спасение буквально до последнего момента. Об этом же говорит и римлянам, о том, что 11 глава говорит, что весь Израиль спасется, ожесточение Израиля до времени, пока полное число язычников войдет. Да, и такое невоскресимое, что благословен грядущий во имя Господня. Да, в какой-то момент у нас вот это вот произойдет слияние.